Всем привет! С вами Попова Екатерина, дизайнер интерьера. Настал этот долгожданный день и сейчас я вам покажу свой замечательный проект, воплощение которого заняло целых полтора года. Ремонт длился так долго, потому что в квартире реализовано много сложных инженерных и дизайнерских решений. Со многими задачами здесь я столкнулась впервые. Квартира получилась невероятно интересная, она целиком наполнена уникальными находками и я решила разбить видео на две части, чтобы оно не получилось слишком длинным и не утомляло вас. В этом видео покажу вам коридор, гостиную с кухней и маленький санузел. А ровно через неделю вы увидите детскую комнату, которую не оставила равнодушным ни одного ребенка, спальню и большую ванную комнату. Ну что, начинаем? Поехали! Проект стартовал с небольшой перепланировки. Это план квартиры от застройщика, но собственникам она досталась видоизмененная. И сейчас я вам покажу небольшое видео, как выглядела квартира до начала ремонта. У заказчика было пожелание максимально избавиться от бесполезной площади коридоров, трансформируя ее функциональную. В итоге у нас появился новый и удачный вариант перепланировки квартиры. И теперь обо всем подробнее. Входная дверь с биометрическим замком открывается по отпечатку пальцев снаружи и прикосновением любого пальца изнутри. То есть попасть в квартиру сможет только тот человек, чей отпечаток пальца прописан в программе, а выйти может любой. Сейчас я продемонстрирую. Нажимаем и дверь открылась. Вокруг входной двери и в проеме уложен керамогранит. Практичное и выразительное оформление стены. Здесь были сложности со стыками плитки. Если по бокам и сверху можно было сделать соединение плитки под 45 градусов, то в нижней части проема такое решение привело бы к сколам плитки. Было потрачено много времени, чтобы найти эти металлические уголки. Их установили по всему периметру. Теперь стыки плитки под защитой и на них можно смело наступать. Слева от входной двери традиционный шкаф для верхней одежды. Справа расположена гостиная, объединенная со столовой и частью кухни. А в бывшем бесполезном коридоре площадью 4 квадратных метра установлена основная часть кухонного гарнитура. А в этой большой комнате 27 квадратных метров. Комната поделена на две зоны. В дальней части зона отдыха с диванным телевизором, аудиосистемы и согревающим камином. Задачу с камином будущие жильцы мне поставили не сразу. Сначала я немного растерялась и долго думала, куда мне его пристроить. Под телевизором не получалось, так как там сложная аудиосистема и много оборудования. Диван уменьшать не хотелось. Оставался только эркер под окнами, куда мы его и установили. Сперва я рассматривала биокамины, но цена выходила заоблачной, где-то в районе 500 тысяч рублей. Наткнулась на красивый и не менее правдоподобный вариант электрического камина. Понравился производитель Dimplex, оказалось, что это мировой лидер в области создания электрических каминов. Подобрала идеальную модель по внешнему виду и размерам. К модели при покупке прилагаются понятные чертежи. По ним мы подготовили нишу из гипсокартона и вывели электрический провод для подключения. Далее лицевую часть под камин оклеили гибким рамором и установили сам камин. Кстати, у него есть пульт управления, при помощи которого удобно регулировать интенсивность пламени и режим обогрева. Также мы предусмотрели включение камина при помощи выключателя. Включай камин. Это на тот случай, если пульт потерялся. Но хозяева говорят, что пользуются только выключателем и пульт потерялся, потому что он не нужен. На дне камина лежат искрящиеся кристаллы в качестве декоративного топлива. Их количество можно увеличивать или уменьшать. Заказчики сказали, что у них камин работает практически круглосуточно. Для меня это было удивлением. Я сразу вспоминала, что дровяной камин на даче разжигается 2-3 раза в год максимум. Ну и самое главное, электрические камины Dimplex безопасные, экологичные, простые в монтаже и обслуживании. Ссылку на сайт производителя и на эту модель камина оставлю в описании под видео. В подоконнике из искусственного камня предусмотрены небольшие лючки с розетками, чтобы спрятать провода от настольных ламп. Мы предусмотрели, чтобы настольные лампы также включались, клавиши, которые расположены возле дивана. На створках окна римские шторы с электроприводом. Управление происходит также возле дивана при помощи нажатия клавиши. Сейчас я вам покажу. Наша гордость, все выключатели и розетки в квартире сделаны в рамках заподлицо со стеной. В нише потолка установлен карниз для гардин и при желании можно превратить комнату в прямоугольник, отделив зону эркера с камином. Думаю, многим понравится решение с эркером, но необходимо учесть, что для реализации этой идеи были перенесены радиаторы отопления. Как вы видите, узкие и высокие батареи размещены по бокам от камина, а старый подоконный радиатор был демонтирован. На стене за диваном декоративная штукатурка с эффектом бархата. А напротив резерованные МДФ панели, в них есть два секрета. Первой в квартире установлена система приточной вентиляции, и в каждой комнате на стенах присутствуют решетки для подачи свежего воздуха. И как раз в этих панелях спрятана одна из решеток. А второй секрет, часть панели является дверью в жилую комнату, которая раньше была кухней. Сейчас я вам покажу, как она открывается. Диван собственники выбирали самостоятельно и долго. Я всегда рекомендую клиентам перед покупкой дивана обязательно увидеть его живьем и посидеть. А если диван раскладной, то и полежать. Этот диван просто великолепный, в нем утопаешь, как в перине. Нужно сказать пару слов о потолке и освещении в этой комнате. Потолок двухуровневый со светодиодной подсветкой. Подсветка меняет цвета, температуру и яркость. Но два уровня мы делали не из-за подсветки, а для того, чтобы скрыть коммуникации приточной системе вентиляции. В зоне дивана на потолке еще установлены аудиоколонки. В каждой зоне комнаты свой потолочный светильник. И дополнительные точечные светильники, установленные в часть опущенного потолка. И также в комнате есть дополнительные точечные светильники. Одни установлены в опущенную часть потолка, а другие в нулевой уровень. Таким образом, сценариев освещения в комнате множество. И еще над диваном установлена бра. Переходим в зону столовой, которая включает в себя часть кухни. На первый взгляд может показаться, что все довольно просто. Но это не так. Во-первых, вместо обеденного стола заказчики решили установить высокий остров. Столешница сделана из искусственного камня, а в основании есть места для хранения. В острове предусмотрены розетки. Столовую зону завершают барные стулья с регулировкой сидения по высоте. Я хочу подробно рассказать о шкафах, которые установлены в нише. Возле дивана расположилась витрина для посуды. Далее в шкафу сделан мини-бар. Внизу дополнительная морозильная камера. Угловой шкаф для хранения разных бытовых вещей, которыми редко пользуешься. В этой части стандартный встроенный холодильник. Сверху холодильная камера, внизу морозильная камера. В этом шкафу расположен кулер для воды. И здесь полностью холодильная камера. А в верхней части шкафы, где можно хранить вещи, которыми редко пользуешься. Важная деталь, что все фасады сделаны практически до пола. И мы не видим цоколя. Если открываем дверку, цоколь можно увидеть. Пройдем на самую крохотную и самую функциональную кухню, которую я когда-либо проектировала. Общая площадь этого помещения всего 4,5 квадратных метра. Как было сказано выше, нам удалось разместить основную часть кухонной мебели в бывшем, на мой взгляд, совершенно бесполезном коридоре. Потолок на кухне невысокий, в нем проходит система вентиляции. Мебель расположилась под трем стенам буквой П. Заказчик пожелал, чтобы кухонный гарнитур был максимально незаметным. Мы рассматривали разные варианты маскировки и остановились на подъемных фасадах, которые скрывают большую часть столешницы с ежедневными кухонными атрибутами. Во время готовки фасады открываются и столешница доступна в полном объеме. Ближе к дверному проему находится раковина. Она закрыта специальной панелью. Сейчас я вам покажу, как ее открыть. Открыли шкафчик, открыли раковину, повернули смеситель. Кстати, смесители очень классные. Мало того, что он выдвижной, в нем еще функции два излива. Фильтрованная вода и обычная. Откроем верхний фасад. И, допустим, мы хотим приготовить блюдо. И нам нужна столешница. Столешница увеличена по глубине. Стандартная столешница, как правило, 60 сантиметров. Здесь у нас получилось 80. Для того, чтобы скрыть смеситель и уместить под раковиной систему фильтрации воды, также измельчитель отходов. Полноценная посудомоечная машина 60 сантиметров. Верхние фасады у кухни открываются при помощи ручки захвата. А нижние сделаны системой push-to-open. Можно открывать при помощи нажатия ногой. Этот выступ я задекорировала фартуком. Здесь он сделан из стекла и окрашен в цвет фасадов. И также сделаны фальшфасады. В этой части кухни спряталась вытяжка и удалось организовать дополнительные места хранения. Переходим на противоположную сторону. Открываем верхние фасады. Все просчитано до миллиметра. Ничего не задевается. И теперь освобождаем столешницу для приготовления пищи. Здесь стоит стационарный тостер. Есть доступ к скрытым розеткам, чтобы провода нам не мешались. У кухни под столешницей сделана подсветка, чтобы это помещение выглядело более интересным, когда находишься в столовой или в гостиной. А в этой части сделан очень вместительный угловой шкаф. Под духовкой выдвижной ящик. Слева от духовки бутылочница. За этим фасадом скрывается угловой шкаф с выдвижными корзинами для хранения всех кастрюль и сковородок. Пожалуйста, достали все перед вашими глазами, руками, взяли, попользовались и убрали обратно. А в этом ящике хранятся столовые приборы. Пройдем в маленький санузел. Перед входом находится небольшой шкаф. Здесь прятано цифровое сердце этой квартиры. Все электро и прочие щитки с различным оборудованием для управления домом. В маленьком санузле есть все самое необходимое. Душевой уголок сложной форме. В душе мы не оставили ни одного лишнего сантиметра и даже предусмотрели нишу для шампуней. Даже унитазы в этой квартире умные. Автоматически открывается крышка. Закрывается. Еще есть разные функции. И в кнопке предусмотрена система вентиляции, которая устраняет все неприятные запахи. По правой стене подвесная тумба с раковиной. Санузел небольшой, всего 3,5 квадратных метра. Но за счет зеркальных фасадов, над инсталляцией и раковиной площадь визуального увеличивается в два раза. Раковина из натурального камня. Мы ее заказывали в Санкт-Петербурге. С ней нам пришлось повозиться. После первой установки нам пришлось сделать замену, так как в первой раковине вода сливалась не полностью. Но она того стоила. Я считаю эту раковину с выразительной формой и необыкновенно приятной фактурой, изюминкой данного санузла. Несмотря на маленький размер, света тут предостаточно. У подвесных шкафов есть подсветка снизу, плюс скрытая подсветка в потолке в нише, чтобы визуально увеличить высоту потолков. В этом шкафчике парфюм. В выдвижной тумбе под раковиной полотенце. Первая часть обзора квартиры подошла к концу. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписываемся. Не ленитесь ставить пальчики вверх, так YouTube будет продвигать мое видео. И не пропустите вторую часть обзора этой супер технологичной и красивой квартиры.